Всем привет! Меня зовут Уилл, и вы смотрите Шекспир Плачет. Я не случайно сегодня в майке, в футболке ёжика, который спрашивает, где все. Потому что действительно у меня вопрос. А где все? Я о чём? Мы здесь начали свой канал. Мы здесь снимаем интереснейшие материалы по поводу сомнительных, иногда плохих, переводов иностранного кино на русский. Но для того, чтобы мы это сделали, нам нужна ваша поддержка. То есть нам нужна ваша поддержка. Нам нужны ваши средства. Есть такой магический сайт, называется sponsor.ru. Вы можете туда заходить и пожертвовать какую-то сумму ежемесячно для того, чтобы нас поддержать. О чём это я говорю? Ну, во-первых, микрофон у нас появился. Да, теперь вроде лучше слышно, чем было. Но он не ради микрофона. Поэтому у меня есть вот такой провод. Если я хочу куда-то сходить в нашей студии, так называемой, то мне его как-то надо расплететь, как-то там идти, надеяться не всё ломать. Ну, вы поняли, да? Как-то не очень удобно. А ещё есть тот факт, что вообще-то это не студия. Это у нас бар. Зануда бар. И, ну, может быть, показать вам немножко за кулисами, зачем нам нужны ваши средства. Давайте, Ань, возьми в руки камеру и покажи, из чего это всё состоит. Вот это часть нашего офиса. Что здесь вся наша аппаратура стоит на стульях. Как мешает Лизе работать, она же работает за этим компьютером, а мы его пока ползаемся, она не может работать. В общем-то, нам нужна ваша поддержка. Я спрашиваю, где все? Есть уже поддержка. Спасибо вам, отличные ребята, которые появились в наших поддержках. Но нужно ещё, 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 ещё. Потому что спрашиваете в комментариях, Когда будут полнометражные фильмы, спрашивайте про других фильмов, других трейлеров, которые мы бы хотели делать. Но это всё стоит деньги и время. Для того, чтобы это сделать, заходите, пожалуйста, на спонсор.ру и поддержите нас. Спасибо. Спасибо, что нажали паузу и зашли на спонсор.ру. Далее сегодняшний фильм. Сегодня мы поговорим о трейлере к фильму «Греты Гервик. Маленькие женщины» По мотивам одноимённого романа Луизы Алкотт. Поехали. У женщин есть ум, есть душа, есть сердце. Либо я стану великой, либо никем. Они амбициозны, талантливы и просто красивы. Я больше не хочу слышать, что у дел женщины удачно выйти замуж. Просто не могу этого слышать. А теперь смотрим оригинал. Маленькие женщины имеют сознание, и они имеют душу, и просто сердце. Я хочу быть великой или ничего. И они имеют амбициоз, и они имеют талантливы, и просто красоты. Но я очень устраиваю людям, которые говорят, что любовь для всех женщин, и для всех женщин, и я очень устраиваю. Главная героиня Джо изливает свою душу, пытаясь доказать, что женщины способны на большее, чем роль, отведённая им обществом. Она противопоставляет традиционно женские атрибуты сердце, красота, любовь. Традиционно мужским. Ум, душа, амбиции, талант. Она не отрицает, что любящее сердце и красота у женщин есть. Просто это не единственное и не главное их достоинство. В переводе пропадает фраза as well as. Ну, а также, а не только. И все перечисленные атрибуты просто сливаются в одну кучу. Из-за этого реплика теряет часть своего посыла. Я бы перевёл. У женщин есть ум, есть душа, а не только сердце. Они амбициозны, талантливы, а не только красивы. Я больше не хочу слышать, что любовь – это всё, на что женщина способна. Просто не могу этого слышать. Внимательные зрители, конечно, заметили, что мы поменяли ещё одну фразу в этой реплике. Какую и почему? Напишите нам в комментариях. Мы очень любим читать то, что вы там пишете. А теперь смотрим дальше. Ну, судя по возвышенному тону Марми, это комплимент. Lofty – это что-то высокое, благородное. В русском переводе предложение упростили, делая реплику более нейтральной. Или даже предосудительной. Я бы перевёл. Некоторые натуры слишком возвышены, чтобы измениться. Смотрим следующий пример. Я хочу жить в Риме и быть самой известной художницей на свете. Какие-то поверхностные желания не думаете? Смотрим оригинал. Вот что. Для Эми на первом месте стоит желание стать художницей, а не жить в Риме. Она даже повторяет эту мысль дважды. Артист и пейнтер. И стать она хочет не самой известной, а лучшей в своём деле. В переводе её мечты кажутся поверхностными и тщеславными. Я бы перевёл. Я хочу уехать в Рим и стать лучшей художницей на свете. Вы знаете, у нас был ещё один вариант перевода этой фразы более дословный. Я хочу стать художницей в Риме лучшей на свете. А какой вариант вам нравится больше? Что лучше передаёт суть героини? Ну, напишите в комментариях. А пока смотрим дальше. Я пишу рассказ о нашей сёстрами жизни. Он должен быть короткий и остроумный. А если главная героиня девушка, в конце она обязана выйти замуж. Маленькие женщины? Это разве рассказ? Я, конечно, не помню это всё, но мне казалось роман. Ах, так и есть. Новел. Это роман. Длинное художественное произведение. Это создаёт некую иронию. И даёт нам понять, насколько несерьёзно её воспринимают в издательстве. Он должен быть коротким. Также слово «спайси». В этом контексте скорее намекает на сочные сплетни, интригующие светские сцены, истории позора и покаяния. В общем, всё то, что считалось бы пикантными подробностями в викторианскую эпоху. Я бы перевёл. Я пишу роман о нашей с сёстрами жизни. Он должен быть короткий и пикантный. А если главная героиня девушка, в конце она обязана выйти замуж. Хо-хо, забедя. Хо. Ну, посмотрим последний пример. Мои девочки вечно попадают в неприятности. Как и я. В неприятности? Ну, звучит странно же. И всё от того, что они устроили бой на подушках? Ага, mischief. Хитрое слово в английском. Оно может означать неприятности, да, но чаще означает озорство или шалость. Особенно в контексте разговора о детях. Как это происходит в этой сцене. Мама не угрожает своим дочкам расправы за то, что они играются. Я бы перевел. Мои девочки любят пощадить. Как и я. Ну, вот и всё. Надеюсь, вам было интересно. И вы решите посмотреть этот фильм в оригинале. Thank you for joining us on Shakespeare is in tears, as it would sound in English if we were to name it an English channel. I hope you've enjoyed this. Please do go over to sponsor.ru and support our project. We need every ruble you can send us, because we need a new camera. We need a new thingy, a doodah, that studio. And we need proper sound. Thanks. Bye-bye.